Ребята, я на Паниминае у нас в гостях Воронеж. Это что такое? А я сейчас расскажу, что я нашел труп прямо у своего подъезда. В Москву специально завезли несколько самолетов проституток. Бэу, сейчас разлетится просто. Вот все, что было, кроме трусов, я прям снял. Вот они там потрахивают сейчас наших девчонок. Шаст, шаст! Они типа начинают обсуждать, может быть я наркоман. И тут тебе пригодилось описаться. Бар в Большом городе. Надеюсь, правильный ответ вы знаете. Уф, опасный момент! Бар в Большом городе. Ирина Шеннобов. Ребята, привет! Здравствуйте, товарищи зрители, привет! Мы находимся с вами в самом центре Москвы, в самом центре чемпионата мира по футболу. Так что я вас заклинаю, пожалуйста, потише. Если вдруг товарищи болельщики, которые окружили сейчас это здание, услышат, что здесь весело и здесь есть алкоголь, нас настигнут мексиканцы. Не думала, что когда-нибудь в Москве можно будет их бояться. Всем здравствуйте! Это бар в Большом городе. Меня зовут Ира Чеснокова. Мы начинаем! Прямо сейчас представлю вам. Вообще нам не аплодируют. А должны, может, они не знают. Ты им как-то дай команду, что типа можно хлопать. Что можно хлопать? Потому что до этого говорят, тихо, тихо, тихо. Ребята, если вы взяли с тобой руки, вы можете их использовать. Давай мы тебя похлопаем. Нет, мы тебя похлопаем. Сейчас я вам представлю, кто же к нам пришел. Кандидат. Кандидат медицинских наук. Кандидат президенты. Я просто подумала, вдруг я ошибаюсь. А у нас в гостях кандидат медицинских наук, обладатель красного диплома. Нет. Зачем ты выдумываешь? А что, золотая медаль? Золотая медаль есть. Ладно. Ребята, еще раз представлю. Ой. Самый вредный и дотошный гость. А вдруг мой декан будет смотреть? Ну нет. У нас в гостях кандидат медицинских наук, обладатель золотой медали. Доктор. Так что если вдруг кому-то станет плохо, он ничем не поможет, потому что он стоматолог. И что еще хуже, актер шоу импровизации на ТНТ. Дмитрий Позов. Здорово. Давай опять. Привет. Рад видеться. Что еще хуже? Еще хуже. Что еще хуже? Усугубило. У нас в гостях любой всех пятиклассниц. Если вдруг они есть среди вас, начинайте визжать, потому что это очередной, еще один актер шоу импровизации на ТНТ. По некоторым данным, человек с самыми потными ладошками в мире. Это ужасно. Натата Сумов, привет. Ну ладно. Да нет, ничего. Ну и, конечно, наша барышня, наша гостья. Если вдруг ее будут домогаться, она не пойдет подавать заявление в полицию, она просто напишет новый стендап. Комик, сценарист, серфер, мать стендапа на Руси, финалист Центральной Краснодарской Республики. У меня очень... Вице-чемпион, во-первых. Вице-чемпион Центральной Краснодарской Республики. И у меня очень много образовательных заслуг. Давай. Ну давай, начинай. Значит, во-первых, магистр строительных наук. Магистр строительных наук. Что это за науки? Что это за науки? Ты вот так вот поднималась. Штукатур-малянк первого разряда, бакалавр строительных наук, специалист управления городского хозяйства и магистр строительных наук. Поаплодируем нашему магистру всех разрядов Юлию Ахмедову. Ребята, как я рада, что вы встретились. Мы вот этой воронежской бандой, воронежской шайкой будем творить, что хотим. Но прежде мы должны с вами за воронеж чокнуться. Да? Конечно. Чокнуться звучит так. Блин, это же такое смешанное купе Воронеж-Москва. Вообще. Петвером, прикиньте, сейчас рвануть. Ну мы сейчас пятером поедем, недолго. Но позвольте, представлю вам, человека-наливателя. Ой, ему нет, ему в воронеж нельзя. Максим Широнович. Вот так вот, для начала вечера. Благодарю. Крест для вас. Самый симпатичный, конечно же, для дамы. А мануне со льдом. Легко. А ты мог побрутальнее нам что-то сделать? Вот у нее чисто ганом, она прям бьет. Макс, что это было здесь? Бурбон, немного сахара, немного лимона. Почему мне не принесли бутылку? Вот это где? Может, я имею в виду, что мне не понравится. Это ты с Эмильеризм образил? Воронежский. Воронежский с Эмильеризм. Она же работала в центре Москвы за Воронеж. Ура. Ура, ура. До встречи. Ребята, вот такой воронежской банкой мы здесь собрались. Я хочу сказать, что вы выросли в этом городе, пришли в телевизор и начали этот город хаять. Направо и налево. Вот это. Да вы тоже, если вам выбрать за это, надо придумать какое-то адовое место, где что-то произошло. Я говорю Рязань. Я прям всегда говорю Рязань, сейчас у меня есть Саратов. А я говорю Липецк. Ты говоришь, Воронеж, даже к Урганту пришла и начала обсирать Воронеж. Не начала я обсирать, я рассказала, что у нас летом нет горячей воды. В Москве тоже? В Москве тоже. Он меня не спрашивал про Москву. Я бы сказала, что и в Москве. Нет, абсолютно. У меня, я живу в воинской части. У нас днем воды нет, ее отключают с часа дня до 7 вечера, потому что все на работе. Но вы должны воевать, если что вы воеваете. Так ты живешь в воинской части, что ты ждешь? Так я ему так и сказала, это у меня дома. Ну если честно, у меня тоже лето. Я даже жил однажды в Воронеже, где всегда не было горячей воды с двух до пяти. Но, блин, я попила твои... В СИЗО ты жил где-то. Да, да. На колодец такой, что ли? Нет, да послушайте, ну не у всех разве? Днем не было. Нет, нет, у меня никогда такого не было. Правда. Я жил в... А меня Воронеж начали писать, такого нет. Я думаю, вы с ума сошли. Нет такого, вот я тебе говорю, такого нет. Видимо, люди, у которых днем отключают воду, и те, у которых есть интернет, они могут там писать, это разные люди. Расскажите, пожалуйста, ваше самое адское приключение в Воронеже. Что с вами случилось? Прям, ну капец, какое странное, страшное и сложное. Самое адское приключение. Да, самое жуткое. То есть только ты сказал, что мы обсираем город, там было таких приключений. Я знаю. Ну-ка. Я прям начал вспоминать, думаю, где я там напился или еще что-то, и вспомнил. Я, блин, сейчас опять все подумают, что в Воронеже плохо. Нет. Одного газовая колонка из имущества, вторая в воинской части живет. А я сейчас расскажу, что я нашел труп прямо у своего подъезда. Прежде, чем мы услышим эту историю, мы должны сделать селфи и запомнить себя до этой истории. Давайте. Просто очень красиво смотреть сюда. Подожди, мама не знает, что я пью. Хорошо, мы это вырежем. Ты же спросила, подожди, ты спросила самое жуткое. Прямо, я вам узнаю, что я как будто я. Да, 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 давай. Мне было самое веселое. Правильно? Самое жуткое, давай. За что можно хеетить Воронеж? Вперед. Ну нет, это не хеетить. Трупы на каждом шагу. Трупы это нормально, ничего страшного. Я приехал вечером домой, ну вечером, что в 11 вечера. Приехал домой, вышел из такси. Смотрю, а у меня такой подъезд небольшой и полисадничек. Смотрю, лежит человечек. Ну, в принципе, такое бывает в Воронеже. Я думал, он пьяный. Это везде такое бывает. Даже однажды Антон так лежал. Где это я так лежал? Да сто пудов в день лежал. Вот. Я подхожу и начинаю, значит, издалека. Я же врач. Я знаю, что нельзя прям там с ноги пнуть, чтобы проверить. Я пытаюсь проверять, значит. Остальные-то любят. Медицинскую карту дать. Потому что ты бы как проверял? Я бы вообще ничего не делал. Я думал, что его еще можно спасти. Потому что до этого два раза я думал, что человек умирает, а он просто был очень пьяный. Я бы вызвал скорую сразу. Ну да, я так и сделал. Но есть же еще слова «эй», вот эти волшебные животворения. Подожди, а мобильные телефоны уже были? Да. Просто, знаешь, не так просто был скорый. Это нет, это не девятнадцатый век, это не стрелой убили человека. Это не так давно. Я, значит, ну мне показалось, что, наверное, действительно он, ну, все. Я вызываю скорую. И думаю, поднимусь сейчас наверх, переоденусь в домашнее лето. Тепло как бы, ну, в конце концов, правильно? Я не в шоке как бы. Ну я, нет, ну я правда, я к этому... К красивой встрече, врачи приедут. Добрый вечер. Я встречался с этим, да. Все, и... А было уже холодно, потому что ночь, хоть и лето, но было прям холодно. Я спустился в шортах, в маечке какой-то помятый, ну такой, как сам полубомж. Вот, и думаю, ну, буду ждать. Я ждал полтора часа, потому что я допустил колоссальнейшую ошибку. Я когда звонил в скорую, я сказал, человек, по-моему, уже мертв. Ого. Да, а они решили, ну, и смысл, ну, и что спешить, правильно? Ну, как бы человек на проводе говорит, по-моему, мертв. Это абсолютно достоверная инфа. Я стоял, проехала в соседний дом скорая, проехала мимо скорая, подошел алкаш какой-то, стрельнул у меня сигарету. В итоге приехала скорая, вышел вот такой тип, знаете, ну вот прям он... Ну, я таких не видел врачей. То есть он такое ощущение, что, вот знаете, ну просто с улицы. И он мне говорит, что труп, я говорю, ну, походу, да. Он говорит, эх, блин, что за день? И человек расстроился. Вот, и все, и потом... А что у него, интересно, до этого было, если это его... Он сказал, что суббота уже третий. Вот так вот, блин, вообще воронишь в ушах. Вот, и он мне говорит, давай переворачивай своего другана. То есть мне врач говорит, переворачивай другана. Я говорю, ну, как бы это не совсем мне друг. Я, конечно, уже к нему привык за эти полтора часа. И он прям начинает меня заставлять его, типа, ну, что-то у меня спрашивать. Говорит, я сейчас вызову полицию. И я поругался с врачом. Со стороны выглядел ужасно, потому что уже было почти два часа ночи. Я вот в шортах, в мятой майке, передо мной человек в медицинской одежде, а я прям на него ору. Потому что он меня прям выбесил. Я ору, я кандидат медицинских наук, а ты галимый санитар. Он меня просто заставлял трогать. И все. Потом, значит, они вызвали полицию. Сказали, ты не можешь пока уходить домой. Ну, я ушел. Я сказал, если надо будет, наберете. И еще раз переоделся. Все, лег спать и всю ночь ждал. Вдруг мне позвонят, вдруг мне позвонят, вдруг мне позвонят. Ну, в принципе, эта история разрушает миф о том, что в Воронеже какие-то проблемы и что-то не так. Может, у магистры строительной полки тоже ужасная история. Юль, у тебя была история, где ты клуб чуть не сожгла. Это был Воронеж? А, я не хотела озвучивать эту историю. Не хотела? А, что? Я уж не помню, почему. Ну, мы пошли с Русланом Белым. Это, ну, вы не знаете, знакомый мой один. И девочка с командой Ани Бородиной пошли во Флем. Флем! Я знаю это место. Чтобы вы тоже понимали, о каком клубе идет речь, вот вам несколько фотографий оттуда. Да-да, там всегда был солнцепек. Да, это тогда был самый такой типа адовый клуб. И что-то мы, я не знаю, что мы, вообще с чего мы пошли в клуб. Ну, короче, какое-то адовое веселье. А там были, вы помните, вы были во Флеме? Там были такие кожаные диваны, черные, помните? И мы заказали кальян. Это какое-то было мега пафосное событие, заказать кальян. И мы курили-курили этот кальян. И, по-моему, Руслан опрокинул его на диван. И оказалось, что он не кожаный, потому что углистый его прожигать. Решили проверить. И мы подумали, что диван мы не оплатим. И я вам клянусь, мы встали, выбежали. И напротив Флема стояло такси. Мы в него сели и уехали. И мы больше там никогда не были. Хотя мы думали, ну, странно, они же поняли, кто мы. Пожалуйста, товарищ Шастун, расскажите нам вашу историю про Воронеж. А какую я историю про Воронеж? Ну, не знаю, раз уже изошла про клубы. Что за вельветовая куртка у тебя была стрёмная? Какая? Вельветовая куртка. А-а-а, да, была. Вельветовая куртка. Тебе сколько лет вообще? Ты зачем всех обманывал, что ты молодой? А моего парня был кожаный плащ. У тебя был парень? Но как Антон застал вельвет вообще? Нет-нет-нет. А кепка была вельветом? Нет, кепки не была. Ты же был со мной. Мы. Мог. Воронеж. Это знаменитый старый плащ. Мир вельвета на комиссаржерском. Вспавленный мир вельвета, да. Так, ну. Мы пошли где-то... Подожди, есть ощущение, что это будут смотреть только в Воронеже? Я ощущаю, что они просто не будут смотреть. Поймут речь. Не, но такие вопросы задают. Расскажите про Воронеж. Ну, конечно. Приезжайте все, давайте. Это же Лас-Вегас. Сделаем еще уже. Кафе Рокобу напротив Пролетария. О, жиря! Господи! Где маленькие буханочки ходят? Да, и каждый шутит, что он великон. Если бы он буханый. Но... Короче, кафе Рокобу. Мы там очень сильно напиваемся. Ты там тоже был. Ну, должен был быть. И мы решили пойти... Это было не так давно. И мы решили пойти в клуб, короче, новый фламинго. А, да, еще же есть новый фламинго, да. Он открылся около этого, у кукольного театра, на третьем этаже, по лестницам. Да, да, да. Так подняться. Нет, это я уже уехала. Короче, там есть новый фламинго. Это я уже выбралась из Воронежа. Освободилась уже, получила вольную. Да, да, да. И я был в спортивных штанах, я не помню почему, и в вельветовой куртке. Она правда хорошая. Мне очень нравилась. Какого цвета? Бежевая, 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 бежевая. Такой хороший беж. Вот, и нас было очень много людей. И мы пошли в клуб, и так вышло, что я последний шел, ну, в очередь в клуб. И всех, значит, пускают, а я последний подхожу. И так на меня смотрит человек из фейс-контроля, говорит, ну, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, куртка. Вот так он бегает. А я вспомнил, я вспомнил, мы, короче, мы уже сняли свои передачи, но еще их не было по телевизору. То есть мы знали, что скоро мы станем, а фейс-контроль нет. И у нас был друг, который говорил фейс-контрольщику, очень скоро ты узнаешь, кого ты не пустил. Поговорить о Воронеже и не поговорить о футболе было бы кощунственным. Потому что, естественно, эти... Факел! Факел! Я тоже за них. Разговор о футболе тоже свалится в воронеже, есть ощущения. Ладно, ребят, ну серьезно, футбол. Вы же все здесь фанаты. Футбол, да. У Юли в первую очередь. Да, она недавно стала фанатом. Расскажи, как это случилось. Я послезавтра иду на Роналду. Это все. В какой команде ты играешь? Как будто у него балет. Как будто у него сольник. Ира, португами. Роналду. Португами. Ты не знала? Знала, я про тебя проверяю. Я не знала. Нет, я на самом деле в этом году специалист. Потому что у меня в этом году так совпало чемпионат. Ты же магист. У меня есть мужчина. И он смотрит все. И я, соответственно, тоже смотрю все. И я уже вот мы с ребятами перекинулись, вообще зная, кто что. Да, мы удивлены. Какой мужчина? Какой мужчина, мы не уточняли. Она когда сказала футбол, мы забыли про мужчину. Погоди, серьезно? Подожди, я думала. У нас 15 рубрик сейчас полетели нахер просто. И я, значит, знаешь, такая типа в теме, со всеми разговариваю. Что-то прям, я знаешь, аж это подсело, потому что я там правила, может, не знаю. Но кто что, когда там пас не забил. Вот. Кроме почему-то сборной России. Короче, лоханулся я один раз. Был один прокол. Вот сейчас будет играть Египет-Россия. И я, значит, пошла, ну, мы куплю майку сборной России, чтобы как-то болеть более, значит, целенаправленно. Пришла в один наш известный магазин. И там ты покупаешь майку, и тебе сразу делают, ну, ты сам выбираешь, что ты хочешь. И тебе, да, делают. То есть они не продаются сразу с номерами. И я купила майку и думаю, кого я хочу, кого я хочу. И мне, мне, я думаю, блин, для меня самые симпатичные там. И вызывает больше всего, не знаю, уважение. Это вратарь. Сейчас не говорите, молчите. Смотри. Я думаю, это наш вратарь. Он плюс еще наш капитан. Думаю, так, 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 так. Как у него фамилия? Игнашевич. Даже я знаю! Ну, подождите. Я? Нет, что вы понимали, уровень беды. Там три девочки стоят. Я говорю, я хочу. Три специалистки, да. Я говорю, я хочу Игнашевич. Он же наш капитан. Они такие, ну, вроде. Я говорю, а какой у него номер? Никто не знает. Мы загуглили фотки. Нашли, что у него четвертый номер. Нашли, как он пишется по-английски. Я говорю, ну все. Я, типа, буду Игнашевич, наш капитан. Типа, вперед. Я случайно. Белому, говорю, купила майку. Какую? Говорю, с Игнашевичем. На хера? Я говорю, ну он наш капитан. Он предмет Игнашевич 38 лет. И он, возможно, не доживет до конца Чекала. Но теперь я решила, что я, типа, специально ношу Игнашевича. Потому что он, как бы, сейчас уже никому не нравится. Никто не носит его майки. А я, как бы, поддерживаю старое-старое. Но его же вызвали в последний момент. Да, да. И, типа, я его решила поддержать. А, блин, купили твою майку, прикоди. А у нее уведомления, да, приходят, когда кто-то покупает его майку. Самое смешное, что она хотела нанести фамилию вратаря, видимо, на обычную игровую форму. Поэтому тебе повезло. У тебя все получилось гармонично. Нет, так я их спросила. Я говорю, а если... Это на вратарском. Так смотри, так вот смотри. Я ей говорю, а если вратарь на другую форму, почему там эти девочки? Они мне говорят, мы не знаем. Я думаю, я его загуглю. Я думаю, явно у него же другого цвета форма. Загугливаю Игнашевичу в такой же форме. Странно, ну ладно, сделаю такую же. То есть в этот момент... Ладно, что вот это странно. Ну ладно. И причем он с ними обнимается. Я думаю, ну добежал он. А то, что из 10 других один в зеленом стоя. Эти девочки, значит, которые там сидят эти... Вроде да, вот эти. Не продавцы. Они вот именно отвечают за номера и футболки. Причем они на английском там, знаешь, типа... Их, наверное, взяли за английский. И я подхожу, говорю, сколько делать майку? Они говорят, долго. Смотря кого вы хотите. Если Месси 11, то типа их дофига. А потом я смотрю, он играет, и он мне 11. То есть я думаю, там сейчас пол Москвы ходит, очень странно. Месси 11. Нет, прикинь. Женщины приезжают Месси 11. Им в их стране 10 же, Россия. Эй, пацаны, сейчас очень важная информация. Срочно нажмите на кнопку подписаться и поставьте колокольчик. Только так вы будете первыми узнавать о наших выпусках. Ну а теперь смотрите дальше. Дальше самое интересное. Это что за начинается вообще? Я никогда не спала... Почему ты их не помнишь? Нахер ты ходил к ним на дни рождения? Итак, граждане проститутки. Блин, ну что это за прикол упасть на бетонный пол башкой? Голый стоит. У меня к тебе вопрос такого характера. Сейчас, когда проходит чемпионат мира, когда к нам в Москву, на Никольскую конкретно, завесли просто тиндер, курортный роман с доставкой, не глупо ли было найти себе мужчину? Я вам другое расскажу. Давай. Мой мужчина мексикар. Нет. Вы знаете, сначала была история, что эта женщина сказала, типа, не спите с иностранцами. Не надо. На законодательном уровне нам запретили. Потом Путин сказал, спите, это все ерунда. Да, и мы гуляли по Никольской, и как раз мой... Парень. Да, сказал, что... Парень. Блин, вот они там потрахивают сейчас наших девчонок. И мне рассказали инсайдерскую информацию, но для меня это очень смешно, что в Москву специально завезли несколько самолетов проституток. Потому что они не любят ездить. Где больше проституток, чем в Москве? Потому что... Потому что Путин дал рекомендовать. Их, смотри, их завезли в Москву, чтобы они работали на опережение, чтобы они быстрее знакомились и спали с этими мужчинами. А, чтобы уберечь нацию. Подожди, а им получается как бы... Ну, я извиняюсь, они выиграли государственный грант, и все оплатили за... Нет, я тоже думала, они, наверное, на охладе. Я не узнала. Проституток, как главнокомандующий шел. Итак, граждане проститутки. И я думаю, что они тоже в штатском, как полиция, работают по городу. Чтобы никто не узнавал. Блин, я тебя расстроен. Я вчера просто ходил на эту улицу, то есть мне казалось все-таки счастливым. А теперь половина шлюх там этих счастливых. Нет, а что? Проститутки на самолете в Москву. Обратно тоже, наверное, на самолете. А это откуда? Ставка, аванс, гостиница, питание трехразовое. Это же очень смешно. Представьте, они летят в самолете, вот так высунулись в окно. Их вот так много. Я придумала, я придумала, что на самолете сначала вывезли бомжей, а потом на этом самолете... Да откуда их везут? Два раза делят. Где? Никто не знает. Где логово? Ростов? Ростов? Иваново, нет? Я не знаю, что они спрашивают. Там невеста. Я проституток ноль. Тест на проститутку ты не пройдешься ноль. Блин, как прикольно придумано. Ребят, давайте перейдем к я никогда не. Здесь у нас есть несколько фактов о вас. Если вдруг вы это делали, то что я никогда не... Где вы взяли эти факты? Где-то нам удалось их добыть. Если вдруг вы понимаете, что вы это делали, ну, допустим, я никогда не печатала Майку Игнашевича. Если вдруг печатала, то значит ты пьешь. Вы играли в институте в такую игру? Если ты делал то, что здесь написано, ты пьешь. А остальные просто смотрят. Просто смотрят, радуются. Я, я, я. Можно ремарку скажу? Давай. Вы не играли в институте в эту игру? Я не помню. Короче, мы всегда в институте играли в эту игру. Но это все было для того, чтобы, ну, нам, сказать, у нас 20 лет поговорить о сексе. Потому что на третьем вопросе началось. Я никогда не спала с Антоном Куницыным. Конкретного прям человека называли? Там все было про секс. Я никогда не брала... То есть вся игра ради этого затевалась. Ну, у нас примерно такие же вопросы здесь будут сейчас. Может, тоже со второго вопроса там понесется. Давайте я начну. Вы посмотрите, что там надо делать вообще. Сообразить, не сообразить. Я никогда не ездил на крыше автомобиля. Вот, допустим, такая же. Если было, вы пьете. Если не было, вы спасены. Никто не проверит. Ты ездил на крыше автомобиля? Ну, один раз было. Да. Это нужно пить, да? Ты показывал... Это было АК? Что это? Это вкусно. Конечно. Да. Я ездил на крыше автомобиля. Один раз в институте у меня был одногруппник, который жил в Трисвятском. О-о-о! Название, не соответствующее духу места. Вообще абсолютно. Вот. И он там отмечал день рождения. Где-то рядом с этим... С этой локацией. Вот. И, в общем, у него был частный дом. Ну, как частный дом? Дача такая. Это выглядел огород. Там были помидоры, огурцы. Ну, и как вот эти, знаете, деревенские дни рождения? Там как-то началось все вроде хорошо. Мы как-то сидели, шашлык. А потом мне сказали, а поехали в центр. А у Трисвятского есть центр. Это магнит и асфальт. Это центр. И у какого-то там парня была пятерка машина. Вот. И типа поехали. Ну, у нас было много человек. И, естественно, мы не помещались. Ты не помещался конкретно. Я решил. Наверху этой пятерки был багажник. Это вот эта железка, на которую обычно крепят лодку. И едут в камыши. Вот. И я вот прям за этот багажник уцепился и ехал. Самое ужасное, что там... Он, естественно, ехал быстро. И у нас сверху было четыре человека на машине. Наверху. А внутри было человек шесть еще. И смешно, что нам было весело. Вот ровно полпути до первого поворота. Потому что я вот так еду, держусь за этот багажник. И сзади три типа просто сидят на самом багажнике. То есть ноги прям свесив. Вот так. И я прям... О! Круто, круто! Поворачиваю в поворот. Я поворачиваюсь, и там нет никого уже. Ты один доехал? Я еду один на крыше. Я понимаю, что... Ой, блин, как жалко. Они нам пришли, они все вот так разодраны. Ты не находил трупы возле присваивания? Да, может быть, это вот один докатился до моего дома. Давай продолжим. Теперь ты. А, любую же доставать, да? Так. Так. Меня никогда не тошнило в ванную. Кошмар, где вы эти факты собирали? Ты? Твое? Меня никогда не тошнило в ванную. Ты? Может, ты все выпьешь, и мы отойдем? Так. Серьезно? Это что за начинается вообще? Зачем ты это рассказываешь? Зачем ты эти факты кому-то рассказал? Я никому эти факты не рассказываю. Никогда. Так. Ну, это просто случайно уже узнал их. Кошнило в ванную. Итак, история. Итак, это был день рождения. А когда вы... Дай догадайся. Дай догадайся. Вы выпили. Поездили на машине. Вернулись из центра Присвятского. Тебя укачала. Ты вспомнил ободранных друзей. Туалет был занят. Немножко пыльный я приехал с дороги и решил освежиться. Да. Это был день рождения какого-то друга в Воронеже. Почему ты их не помнишь? Нахер ты ходил к ним на дне рождения? У которого было в Трисвятском, это был Максим. Хотя бы. Ну, ему будет приятно. Я понимаю, что какая разница. У какого-то друга. Макс, привет, если ты это. Которому ты обливал ванну. Давай, расскажи. Да не ему. Это был вообще в другой раз. Другой момент. Он ходил два раза на дне рождения. Два раза на дню. И оба раза были истории. Расскажи, это уже. Это совершенно не ключевое. Там нет такой истории, что вот прям бэу. Сейчас разлетится просто. Нет, блог. Знаешь, почему нет? История, потому что панч мы знаем. Да, да. Там уже неинтересно. Я никогда не ходила в ванную. Было бы странно, да? Если бы ты достал бы такой бумажку. Единственная интрига. Ты мылся в этот момент или просто? Нет, нет. Единственная интрига. Там кто-то мылся в этот момент. Кто-то купался с уточкой резиновой. Ребенок с этим кругом. Дядя Анута. Подвинься. День рождения. День рождения. Друга. Или? Ребенка друга. Год. Блин, или нет. Сто или нет. Это очень важно. Обязательно вспомнить, чей это день рождения. Или говорит, мой день рождения. Ну что за человек? Или нет, не было такого вообще. Короче, была днюха, что все напились. И был какой-то алкоголь, короче, который тип принес. Он сказал, как же была фраза. Он его принес фразой, типа... Плохо не будет. Подожди. Нет. Только в ванну не будет. Грубо говоря, я не помню точно, но он поставил на стол, я как сейчас помню, и он так сказал. Хорошее, но с сюрпризом. Вот так он сказал. И сюрприз попал к тебе. По-моему, такой был дословно, да, посыл этой фразы. Ну и мы выпивали, сидели, это был какой-то коньяк, не коньяк. Ну и плохо было всем, короче, там. Сюрприз. Сюрприз. Нас один раз в общаге разыграли мальчики, если о сюрпризах. Они купили самогон, причем где-то на ваях вот такой, и разлили его в бокалы, и типа они хотели девочек разыграть, что это белое вино. А были те, которые прям пили, 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 пили? Нет, мы их в ответ разыграли, когда они все были очень пьяные, мы взяли две бутылки из-под водки, налили туда воды и принесли, что это типа водка, и они ее пили еще два часа, и типа думали, что уже не берет. Это пранк. Будто это жестко. Какой телефону мало. Я никогда не раздевался в клубе. Я раздевался в клубе, ребят. Ну, я еще расскажу. Давай-ка. Фламинго. Знаменитый ворочек. Горит диван. Да, у нас там, значит, я учился в меди, и у нас было такое мероприятие, как медпати. Во фламинго. Английский был написан. Естественно. Вот. И однажды, значит, я помню, что мы прям, вот мы целый день обсуждали, как мы пойдем тусить. Вот всей группой прям целый день обсуждали. Экватор, может, у вас был? Нет, это просто вот, ну, очередная такая вечеринка. И я помню, что мы пришли, взяли себе стол, а это была роскошь в тот момент. Вот взяли себе стол, сели всей группой, а мы пришли туда часов в восемь. То есть рано. Вот. И я, короче, вот я напился часам к девяти. И был конкурс на сцене, типа, собери цепочку из одежды. А ведущий, знаешь, да. А ведущий, он пытался всех разгорячить, что, типа, кто победит, стоматологи или педиатры. Какие педиатры. Я пошел, значит. Вот все, что было, кроме трусов, я прям снял. Мне еще несколько вещей вот так кидали. Я думал, блин, я вообще, ну, получается, я веду к победе целый факультет. Мне чувак вот так вот кинул золотую цепь. Но я вот еще был в таком, ну, чуть-чуть в сознании. Я понимал, что не надо ее просрать. Я победил. Я бегал прям в семейниках по фламинго, там все дела. Вот. А в десять, то есть это было в девять, а в десять меня уже несли домой. Мне казалось, что я прям до утра там тусил. А в утром мне сказали, что в десять меня оттуда унесли. Вот настолько я был пьяный, да, пришлось раздеться. А папа что потом? Блин, вот это самое обидное, что я приезжаю потом в Старый Оскол, где живут мои родители, где жил я, наверное, спустя месяца два. И мне отец говорит, ну, и зачем ты раздевался в клубе? Серьезный раздевался. Да, ну, а мне отец, ну, понятно, как бы, глядя на меня, можно понять, что он еще более седовласый и взрослый кавказский мужчина. Он так сидел просто, так сидел, говорит, зачем ты раздевался в клубе? Я думаю, блин, ну, я начал перечислять так, его там быть не могло. В конкурсе он не участвовал. Я был в его земельниках, что, в чем дело? И самое интересное, что он даже не стал слушать ответ, потому что я понял, блин, я в этот момент понял крутость своего отца. В этом вопросе и было наказание. То есть он мне этим вопросом дал понять, что я знаю все. То есть он даже не ждал ответа, я подумал, все, больше не буду. Он все знает. Не знают, он до сих пор не говорит. Откуда узнал? Да, не говорит, откуда он узнал. Это мы. Продолжим. Я никогда не терял сознание на выступлении. Это даже я знаю. Никто про меня ничего, видимо, не знает. Смотри. Ну, простите, но я здесь тоже не могу не присоединиться. Ты тоже? Ваше здоровье! Ну что, ребята, вы слишком ответственно подходите к выступлению. Вы не понимаете, мода дежурить врачу на площадке пришла из-за меня. Да, давайте теперь ты. Так, перед выступлением, уже вот, когда мы уже переодеваемся в одежду, до 15 лет октября, второй этаж, это такие бетонные полы. Я стою, надеваю штаны, надеваю рубашку. И в следующий момент я вот так я как-то закрыл глаза, и потом я открываю глаза, когда пост просто меня вот так с рук по лицу бьет. А я на полу бежу, он так бьет по лицу. Шас! 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 Я так этого боюсь. Я просто знаю, что когда человек падает в обморок, велика вероятность описаться. Серьезно? Да, ну, я так боюсь. Ты падал в обморок? Я, знаете, как держусь. Отписывал ты когда-нибудь? Нет, нет, я описываюсь. А почему? Что было у тебя за история, когда ты не дышал 5 часов? А, блин. 5 часов? 5 часов. Не то, чтобы я... Ты преувеличил? Я бы поспорил? Не то, чтобы я делал чипнички. Я, короче, нет, я на самом деле вообще особо не боюсь медицинских никаких этих штук. И мне сказали, что мне надо прооперировать. А колоноскопию? Да, это неприятно, конечно. Что, что, что? Да нет, ну я боюсь вот все глотать трубки, любые трубки я боюсь. Но операции я спокойно отношусь. Мне, типа, говорят, вот надо, увеличилась там щитовидка, короче, надо сделать операцию. Я абсолютно спокойный. То есть я настолько был спокойный. Я накануне, мне что-то врачи. Да ты не волнуйся, там, тыры-пыры. Я говорю, да вообще пофиг, типа, ну что. Но надо делать, как бы, общий наркоз, потому что, ну, особо по-другому никак. Все, я пришел, ну, у меня уже был в жизни общий наркоз. Они говорят, сейчас вы начнете засыпать, все. И следующее, ну, как бы, все, я, видимо, уснул. А потом я, значит, очнулся. Ну, то есть я понимал, что я очнулся. И я пытаюсь, то есть я прихожу в сознание, я пытаюсь что-то, ну, типа, подвигаться или что-то, а у меня ничего не получается. И я слышал, что врачи говорят, блин, что-то это, что-то это. Что-то холодный пот, что-то холодный пот. Ну, то есть, а я, в принципе... В смысле, ты очнулся во время операции? Не во время операции. То есть, ну, сначала я думал, что меня будет. Ну, после наркоза же будет людей. Вот я слышу, что они начинают, ну, общаются между собой. А я еще, ну, к сожалению, вот эти медицинские знания, они иногда чуть-чуть обламывают. То есть я слышу, что паники еще прям нет, но они уже переживают. Вот, и тут какой-то, типа, врач другому говорит, типа, два часа уже не можем его разбудить. Вот, я думаю, так. Ну, а я, как бы, это все думаю, а я понимаю, что я им не могу никакой сигнал дать, что я не сплю. Они, короче, они, типа, начинают обсуждать, может быть, я наркоман, типа. Но это влияет на наркоз. Кстати, очень было обидно. Потом они, значит, вызывают врача, оперирующий. Она говорит, в смысле, он еще спит? Я, типа, два часа назад сделала операцию. Они говорят, ну, вот. Они ей говорят, может, он наркоман. Она говорит, да нет, он врач, типа. Она говорит, может, он волновался и выпил, типа, накануне успокоительное. Она говорит, нет, я вчера с ним базарил, он, типа, вообще пофигу. Они вызвали, короче, главного анестезиолога. Он, типа, говорит, он же так зашел очень прикольно. Он говорит, два часа это ерунда. Они говорят, два часа после операции. Он говорит, беда. Беда. Вот. А самое обломное, что... Когда ты все запомнил? Да, блин, там не то, что все... Тебе кажется, что это последнее, что ты можешь запомнить. Ты прям вникаешь в происходящее. А самое обломное, что когда снимают маску, ты-то не дышишь. И умом ты понимаешь, что, ну, никто как бы не планирует снять маску и пойти по делам. Ну, типа, все, безнадега. Ну, понимаешь, что, братаны, вы что творите? Куда вы сняли маску? Я сейчас умру. Ну, то есть, ты не успеваешь понять, что они, ну, пытаются меня, как бы, разбудить таким образом. Они снимают маску, а ты просто начинаешь помирать. Они ее обратно. Вот, в итоге они, короче, у меня что-то и так, и сяк. Неплохая история. Я думаю, блин. Да, ну, я же вот, я же... Ну, ну, ну. Я думаю, блин, может, надо, что-то-то надо сделать, ну, чтобы они поняли, что я хотя бы, ну, типа, в сознании. А у тебя глаза закрыты. Да, конечно. Притом, он мне их открывает, типа, проверять. Я их вижу, но они не понимают, что я их вижу. И я, короче, думаю, ну, надо хоть что-то это, что-то это, а все, а в теле ничего. То есть, ты просто лежишь. Я, если честно, пару раз подумал, что я, ну, все. И тут тебе пригодилось описываться? Нет, ну, мы же не знаем, как мы, типа, того. Как ты говоришь, до свидания. Я думаю, может, это просто как в фильме «Привидение». Я просто... Ну, только там он все видал, я просто все слышу. И я начал что-то так-сяк-сяк, и я начал, типа, я почувствовал, что я мизинцем чуть-чуть дернул на ноге. Думаю, блин, а они же, ну, проморгали. Они же не до мизинца, типа. Я думаю, блин, ну, надо, наверное, еще раз. А самое прикольное, ребята, ничего прикольного, но самое неожиданное, что когда ты вот еще не дышишь, а кислородная маска, она же, ну, медленно кислород тебе меньше, чем надо поступает. Я двинул мизинцем и начал задыхаться. То есть вот у меня было кислорода ровно... Либо-либо. Да, я думаю, так, копим, 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 копим. Я опять, типа, опять, копим, копим, копим. И на третий раз один врач говорит, по-моему, он, типа, дергает. Они говорят, да это, типа, так, типа, ну, случайно. Ну, какая-то такая судорога. Они, видимо, там... На мизинцем, да. Я коплю, коплю, коплю. Ну, херак они... Нет, сто пудов. То есть ты был спасен мизинцем, по сути. Где он с собой? Покажи его. Ну, он вот тут на ноге, кстати, он периодически побаливает, не знаю почему. Через пять часов я проснулся, начал дышать. Это было такое счастье. Я на почве этого очень сильно поругалась с анестезиологом. На почве чего? Я посмотрела фильм, я не знаю, как он называется, но фильм про то, что чувак проснулся во время операции, все чувствовал. А, наркоз. Но не мог, да, подать знака. То есть ему было очень больно. Вот я посмотрела этот фильм, я подумала, боже, это же может правда случиться, а там еще основано реальных событий. И приезжаю, мне должны делать операцию. Приходит анестезиолог со мной беседовать, мы там вам вколем что-то там, тра-та-та-та-та-та-та. Я говорю, а если во время операции очнусь? Он мне говорит, не очнетесь. Я говорю, ну а если очнусь? Он говорит, не очнетесь. Я говорю, ну допустим. Есть же вероятность, что я очнусь? Не очнетесь. Я говорю, да блин, ну если я очнусь, ну что, давай предположим, не знаю, что делают люди, когда... Ты не очнешься. Вдруг я очнулась. Я способна, я очнулась. Да, да. Говорю, ладно, ладно, не я очнулась. Вот допустим, кто-то, что делать? Он мне, не очнетесь. И мы вот в таком... Он просто мысленно повышал дозу в своей голове. И мы в таком супер конфликте приезжаем на операцию, он со мной не разговаривает, что ни в кого. Я просыпаюсь, и он первое, что я вижу, его не проснулось. Просто шесть дней прошло. Да, я ей просто не скажу. Просто с Новым годом. Голый стоит. Я в какой-то минуту хотел на зло ему сказать. Ты проснулась, все чувствовала, лежала. Может, это один и тот же анестезиолог, он меня решил наверняка на пять часов. Давайте, ребят, у нас есть еще одна штучка. Юль, как кажется? Да ничего про меня вообще. Я инкогнито. Что? Что там? У меня никогда не размножался планктон в ухе. Ты что, блин, ты из спонжбоб квадратные штаны какой? Как ты планктон упал? Короче, все, кто меня знают, знают, что я болею всем. В любую страну мира я приезжаю, и кто-то со мной едет в больницу. То есть мы были со всеми во всем. То есть нет такой страны, чтобы я вернулась, и ничего. И друзья уже так с юмором это воспринимают. Они мне уже пишут, ну что там на этот раз. Вот. И мы поехали первая с Таиланд. Вот. Ну, что-то мы плавали-плавали, а у меня уши слабые. Ну, то есть отиты часто. У меня начало болеть ухо. Я думаю, ну, продуло. Я думаю, надо его греть. Под кондиционер. Надо его греть на пляже. То есть я на пляже ухом, камень горячий. Оно болит и болит. Блин, уже чуть-чуть чечет из него. Представляешь, внутри уха в этот момент микроорганизмы. Просто их греют на солнце. Да, просто такого не было никогда. Да, я на что-то его грею, оно все больше и больше будет. И уже как будто в голову то вливается. Я бородине говорю, ладно, поехали в больницу. Приезжаем в больницу в Таиланде. Это просто. Вот я не знаю, туалет здесь лучше. Девушка лежит на пляже, вот так скаманную. Ну, грею. Мне же мама солью грела когда-то. Ну, конечно. Я и грею. Все, приезжаем в эту больницу. Они меня кладут. Говорят, сейчас будем делать промывание. Они еще, блин, они по-английски плохо. Я тоже плохо. Короче, они начинают промывать. Я смотрю, а там прям зеленая вода. Прям вот зеленая вода. И они говорят, нельзя купаться в Таиланде. Нельзя греть. Будут антибиотики. Нельзя пить алкоголь. Это, говорит. Ну, у нас часто это бывает. Там типа планктон попадает и начинает размножаться. Типа у него прекрасная среда, а вы еще и грели. И просто я приехала вся на антибиотиках с таким ухом. И я думала, больше никогда не пойду в Таиланд. Никогда в жизни. Никогда поехала в Таиланд и в следующей командировке привезла червяка в ноге просто. Молодец. У тебя нет чемодана с собой? Да! Прикинь. Прикинь, он вылупился. Ты представь. А чем ты его грел? Ничем я его не грел. Я приехала, у меня все нормально, все нормально. Начался чесаться палец. Он чешет, чешет. Думаю, что кто-то укусил. Потом он сильно чешется. Я думаю, наверное, у меня чесотка. Надо погреть. Да. Мне даже не пришло в голову, что чесотка на одном пальце не может быть. Вот здесь, на подошве. Я прихожу в какую-то платную клинику к этому дерматологу. Потому что она так чешется, что я аж льдом на ночную ногу обложила, вообще не могу спать. Прихожу к дерматологу, говорю, у меня вот здесь сзади что-то чешется. Она говорит, ложитесь. Она ложилась. Посмотрела, говорит, я сейчас. Ушла. Это самое страшное. И уехала. Вернулась с каким-то чуваком вдвоем. Типа он посмотрел, она говорит, ну это же это. Да, это, это. Я говорю, что там? Она мне говорит, у вас там подкожный паразит. Я говорю, что делать? Она говорит, я не знаю, мы в институте такое не проходили. Мы не проходили. Ну что мне делать? Что мне делать? Она мне говорит, вам нужно в институт тропической медицины. Оказывается, есть институт тропической медицины в Москве. В нем есть врач-тропиколог, и ты к этому тропикологу, значит, идешь, и он тебя лечит. А это женщина? Мужчина. И я, короче... Жалко, получалось бы тропиканка. И институт, гавайки. Институт этой тропической медицины не работает 5 суббот в осень, а я это 5 с увечьями все происходит. Я выходные, естественно, нагуглила, как эти паразиты, что они преодолевают метр в высоту. Я там вся... Голова. Ну, слава богу, мне начали колоть это против аллергии, потому что зуд из аллергии. Как бы зуд прошел, но я его вижу, он там с этой стороны, там. Он шевелится под кожей? Да, он ползает. Короче, я приезжаю к этому тропикологу, а я уже ногу наполовину ампутировала, знаешь? Я ему... Он говорит, ну что, это это там. Я говорю... Он говорит, да у нас, типа, из Таиланда каждый второй привозит. И, типа, говорит, показал мне фотки, вот. Людей, которые привозили? Ну, типа, конечности, где это все размножать. С тех пор Азия для меня просто вычеркнута из жизни. Так, подожди, червяка-то охлаждала. Просто я, как врач, у нас половина осложнений начинается с фразы «я грела». Ребят, я думаю, я никогда не там стоит закончить на этом прекрасном, приятном факте о Юле. Прежде чем мы с вами расстанемся, у меня есть немножечко к вам... Блин, я никак не скажу мою историю про алкоголь. Какую? Про вечеринки. Что там за бомбой? Я считала, что ты меня спросил, когда мы последний раз были на вечеринке. Так. Мы спросили. Там сразу от вопроса идет вообще. У нас же импровизационная вещь. Как формулировать вопрос? Точно, скажи мне. Скажи, вы тусите? Когда бы сразу были в клубе? Ребят, очень круто, что вы к нам пришли. Спасибо, что мы так здорово с вами провели время. Это была такая своего рода вечеринка. Скажите, когда вы последний еще были на вечеринке? Я думала, ты ее забыла. Забыла. Ну, ну. Я хотела сказать, что я уже... А, у тебя есть история? Так. Нет, нет, у меня нет. Кто-то хотел... Я никогда не буду. У меня такой нет истории. Короче. А сейчас внимание. Идем, идем, что-то все покупают. Они же там пьют, как не в себя. У меня уроки завтра в 9 утра. Куда я? I'm 19. I'm 35. Так вот почему ты хотела рассказать эту историю? Так. Напиши в комментариях, какую историю могла рассказать Юля. Автор самый смешной. Угощаю коктейлем. А, кстати, результаты будут в Инстаграм. Так что подписывайся. Я хочу сказать спасибо за то, что вы к нам пришли, за то, что вы с нами выпили чего-то алкогольного, кофе и всего вообще. Спасибо, что ты нас спасал. Но я вас не отпущу еще. Мы с вами еще исполним песню. Очень печальную, трагичную. В Воронежскую. В Воронежскую. Ура. Одинокий голубь, знаете такую? На карнизе за окном? Я думала, Юрий Хой. Мы просто его уже пели. Вы пели его с кем? Прикинь, с Таней. На основаниях. Хой, между прочим, жил со мной на соседней улице. Передай это Тимуру Тане. Прямо сейчас грех будет не сделать селфи напоследок с этими прекрасными лицами, которые смогли пережить очередной выпуск шоу-бар в большом городе. Я же могу сказать, Машмед. Левый берег, Гвардейская. Я в Северном, я что, самый мажор? Ребят, ну а теперь эта песня уже звучала у нас в шоу, но пришли воронежцы. Действительно, это наша ошибка, простите, пожалуйста. Но теперь пришли воронежцы и хотят устроить батл. И прямо сейчас гимн Воронежа прозвучит еще раз в шоу-бар в большом городе. Сектор Газа. Вамос! Просто давайте ее прямо рать. Давайте. А я работаю. А кто-то махнет. Кричи туда. Кричи. Тебя, Надежда, давай. Ты соседка Хоя. Изо всех сил. Кто, если не ты? Соседка Хоя спит. Сигарета мелькает во тьме, Ветер пекел в лицо швырно мне. И обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Это тихо. Ну, встаю, открылась дверь. Ты идешь, ты моя теперь. Я приятную дрожь ощущаю с головы до ног. Давай кромко. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажет постом. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Ай! 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 Нас окудает бит сигарет. Ты уйдешь, когда станет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Ребята, Эротичный лунный свет и уйдешь, когда станет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Ай! Как это плохо! Ну как душевно! Ребята, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите, за то, что вы знали, за то, что вы подписались, нажали на колокол. Ну что там, куда еще. Послушайте великую музыку великого воронежского исполнителя. Ай! Алло! Ну, мы для кого надрываться, для кого поем? Спасибо, ребята! Спасибо! 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 Ура! Ура! Спасибо! Ура! Е-е-е! Е-е-е!